Вот с этой раздачи я просто сидел, думал, вообще не знал, что делать. Я не знаю, у Лена на ужасную я сыграл, я просто не понимал, что делать на самом деле. Вот что делать? У тебя проблема здесь. Да, вот он целый 4 бет, он чекает, и что дальше делать? Ну смотри, он сделал 4 бет. Я думаю, смысла ставить нет. Потому что король ты как бы поделишь. То есть, понимаешь, Томас, почему не надо ставить? Потому что все руки хуже, все руки хуже, сейчас уходят. Ну то есть, тебе нет смысла сейчас выбивать руку, типа, туз-дама, туз-валет. То есть, ты понимаешь, что здесь не выбьешь пары? То есть, ты не выбьешь ни десятки, ни вальты, ни дамы, ни короли, ни тузы. Тебе нет смысла их выбивать, правильно? Ну, то есть, ты не выбьешь, точнее, не то, что нет смысла выбивать, ты их не выбьешь. Соответственно, если у человека сейчас, допустим, те же там вальты, дамы, десятки, короли, тебе проще взять халявную сейчас карту и перетянуть его. Ну, втихаря, там, под туза, под короля, под крести. А если он пустой, смысл тебе ставить, он все руки хуже, сейчас упадет, ты можешь с этих рук, то есть, если ты готов носить деньги в банк, я скажу так, лучше их внести колом на тернии. Понятно, я вообще запихнул. Не супер плохо, не супер плохо, но я не вижу в этом смысла. Опять же, понимаешь, есть такие как бы решения в покере, ну их всегда нужно, как это правильно сказать, проводить некого рода градацию, ну не иерархию, какой лучше, какой хуже, какой даст больше плюс его, какой даст чуть меньше плюс его. То есть, в принципе, твой пуш, я думаю, на дистанции будет иметься очевидно плюс его, это спору нет. Но я думаю, что решение сыграть через вот как я предлагал будет чуть прибыльней. Ну, просто ситуаций таких много возникало, в принципе, я какие-то ставил, какие-то чеки, вот просто тут, смотри, 12 долларов банк, у меня там 19 за спиной, если я ставлю там полбанка, допустим, ну как бы я чек, как бы особо не рассматривал на самом деле. Окей. Я думал, ну если чек, то чек, но на самом деле там даже лучше, да. У меня такой вопрос, когда ты ставишь здесь All-in, что ты пытаешься изобразить? Да, тут как бы, ну не знаю, тут изобразить. Если бы сейчас были здесь короли тузы, ты как бы играл в данной ситуации на такой доске? Ну я бы ставил, да, там, ну я не знаю, может и короли тузы, не, короли тузы, наверное, запихнул бы, ну ставил бы там, сколько, 12 долларов, 9, 8, 9, наверное, где-то так, 8. Вопрос, зачем так много? Ну то есть парень сделал четыре бета. Я вот не знаю, что в таких ситуациях просто делал с флош-дрос, поэтому, ну просто не знал. Я тебя не про флош-дрос сейчас спрашиваю. Я тебя спрашиваю. Не-не-не, с этим, ты имеешь в виду с королями, почему так много ставить? Я тебя спрашиваю, если бы у тебя сейчас были бы короли тузы, парень тебе сделал 4 бета, и на такой доске он чекнул, что бы ты делал с королями с тузами сейчас на такой доске? Ну, 8, 9 – это много, да? Ну, я тебя спрашиваю, если ты хочешь ставить 8, 9, почему так много ты хочешь ставить? Ну, опять же, любая оверпара не выкинет, какие-то туздама крести не выкинет. Если ты понимаешь, то если ты ставишь, окей, спрашиваю тогда тебе иначе, чтобы ты начал это, может быть, дело соображать. Если ты сейчас на такой доске 5, 3, 5, вдруг поставишь не 5, 9 долларов, а, допустим, машину, конкретно тачку, я не знаю, там, бэху, салону, новую, то чем он тебе ответит на такой доске? Ну, только тузы. Нет. Да, не надо, только сети, наверное. Нет. Я думаю, если ты поставишь здесь бэху, тачку, машину, новую салону, там, за косарей 100 евро, я думаю, тебе ответят только с 4-мя пятерками. Ну, с учетом, я имею в виду его банкролы и вообще там яиц и так далее. Ну, я немножко утрирую, но принцип такой. Соответственно, далее, идем далее. Если ты сейчас поставишь здесь, допустим, как ты говоришь, 9 долларов, предположим, то с чем он тебе ответит? Ну, потенциально, потенциально, правильно ты сказал, с парами, там, какими-то овер-парами, там, десятки, вольты, дамы, короли. Согласен, возможно. Ну, а давай подумаем теперь то же самое. А если ты поставишь здесь на этой доске, ну, в банк 12, вот в банк 12, с этими королями-тузами, допустим, доллар в 5, он когда-нибудь выкинет эти десятки? Вообще, когда-нибудь. Ты никогда в жизни. Вообще никогда в жизни. И опять же, это означает, что за 9 долларов он может ответить с десятками, но не факт. У него также может там сыграть в одном месте. Ну, это то, я тебе не зря привел, как пример, с машиной. Чтобы ты понимал, о чем разговор. Разговор лишь только о том, что от размера твоей ставки, как я тебе привел, например, машину и 5 долларов, конкретно меняется, так называемая, шкала full equity. Соответственно, чем ты больше захерачишь, тем больше вероятность, что он выкинет, ну, сузит свой диапазон максимально. Что-то может начать выкидывать. Соответственно, ты здесь с королями-тузами, если бы все-таки ты играл бы здесь вдруг с королями-тузами, ты мог бы здесь поставить долларов 5. Чтобы просто ему не позволить ничего выкинуть. И эти 5 долларов вы бы привязали бы в банку еще больше. То есть он сейчас скалирует 5, а на терне банку уже становится 22. У него в кармане становится там 14. Допустим, на терне падает семерка, пики. У него в кармане 14, в банке 22. Что надо делать? Думаешь, алым? Нет. 7 долларов поставь. Добираться до десяток. Конечно, тени его десятки до последнего. Ну, такого рода. Поэтому лишний раз повторюсь. И опять же, когда ты здесь стоишь, алым, это не похоже на валью руку. Это похоже только на какой-то, я не знаю, флэш-гро или там блеф полный. И это не очень здорово. Потому что ты пытаешься человека выбить. Ну хорошо, допустим, у меня короли тузы. Да. И флоп, вот меняются мои действия, выходит вот 5-3-5 разный или 5-3-5 слэш-гро? Это вообще влияет на что-нибудь? Нет. Потому что если парень сделал 4-бет без позиции, чекал на такой доске, то поверью, у него тут вряд ли флэш-гро. В принципе, вообще никак не меняется. Ну вот, если бы там вышло 5-3-5, там какие-то другие, то как бы проще было. Вот это вот флэш-гро меня смутило, на самом деле. Постоянно, опять же, я вот тоже сколько вот занимаюсь всегда. Все постоянно почему-то, я понимаю, можно цепляться к этим флэш-гро в обычном банке. Когда, понятно, спектры очень широкие, и там наличие этих флэш-гро всяких разных реально очень потенциально возможно. Ну, когда выходит 4-бет-банк, что у тебя, ну, какое у него там флэш-гро может быть? Если тем более, он еще и чекает к тому же. Да не может уже все там быть никаких флэш-гро, и поэтому наличие этих двух крестей вообще никак не беспокоит. Ну, я понял, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok